Девушки отдыхают Пенелопа Уилтон Виктория Хэмилтон и Джонатан Ферд в фильме Виктория и Альберт Часть первая Автор сценария Джон Голдсмит В фильме снимались Джон Вуд, Джойс Редман Патрик Малахайт, Алек МакКоуэн А также Питер Устинов в роли Вильяма Четвертого Королева идет, королева Вон, поживей, поживей Скорей же Оператор Тони Ими Композитор Алан Паркер Вы здесь новенький В комнатах принца Альберта все должно оставаться так же, как и при его жизни Да, Ваше Величество Сегодня я пришла немного раньше, чем обычно Да Тем не менее, все дела лучше заканчивать заблаговременно Таким был девиз его высочества принца Альберта Да, Ваше Величество Продюсер Дэвид Канлиф Режиссер Джон Эрман Дорогой Альберт С тех пор, как он впервые приехал в Англию, прошло 65 лет До сих пор я с удивлением вспоминаю, как я тогда не взлюбила его Можно я скажу что-то ужасное про твоего брата? Ужасное? Про Альберта? Да, да, очень ужасное Но, дорогая Виктория, все знают, что твой кузен Альберт – это образец добродетели Тебе судить, Эрнест Хорошо Говорят, что во время бала Вин Зори, он зевал И не один раз, а целый вечер Вот так Не люблю поздних развлечений, и все прекрасно знают об этом Из 12 танцев он танцевал всего три Да, и это вправду ужасно Чудовищно Казнить его за это немедля О да Полагаю, их визит прошел успешно Похоже, Виктория сделала выбор Боюсь, что выбор у нее был невелик, барон Стокмар Насколько я помню, вы для нее готовили Альберта Из них двоих я всегда предпочитал его, что естественно Но поскольку Эрнесту наследует титул герцога Кобурского Но если бы она все же предпочла Эрнеста Старший или младший? Да, богатый выбор Вы должны знать, баронесса, что на протяжении многих лет Семья рассматривала этот союз как очень удобный и благоприятный А о счастье принцессы никто, конечно, и не подумал Насколько я знаю их обоих, я почти уверен, что возможность их счастья далеко не призрачна А вспомни поэтический вечер Да я сама видела, как он почти заснул Альберт! Даже когда читали Байрона Ну и что ты можешь сказать в свое оправдание? Я всегда считал, что Байрон очень посредственный поэт Да ты смеешься Нет, мне он никогда не нравился И я вообще удивляюсь, как люди могут читать его, зная все отвратительные подробности его личной жизни Мой дорогой Альберт, если мы только и делали, что судили книги по нравственности их авторов То нам бы нечего было читать Мне рассказали сны, что все – конец Что счастье дни не отсчитал Творец Что луч надежды поглотил обман И это ты называешь посредственностью? Нет, в этом, несомненно, что-то есть Но вряд ли это поэзия А по-моему, это чудо Дэшу, давно пора купаться Мне кажется, что я знаю принцессу немного лучше, чем Байбарона Я стала больше, чем просто гувернантка Я стала ее другом Естественно Иногда мне кажется, что я ее единственный друг Надеюсь, что нет Вы не знаете, как она здесь живет Ни свободы, ни развлечений Она как пленница Если ее еще и замуж выдадут против воли, то, клянусь вам, я сделаю все, чтобы не допустить этого Я являюсь личным советником семьи Кобург И именно я способствовал вашему назначению сюда, баронесса Мне бы очень не хотелось признаваться семье в том, что я ошибся в вас и в ваших способностях И таким образом просить вашего отстранения Угрожайте, если хотите Мне все равно Я опекусь лишь о счастье Виктории Я вам не угрожаю, баронесса Я лишь сообщил вам свою позицию Что ж, сестра Еще раз благодарю вас за чудесный прием Я полагаю, больше всего здесь понравилось Альберту Или я не прав, Альберт? Правый отец Да, и в особенности бал в Виндзоре Все готово, ваше высочество Не забудьте о сэре Джоне Конрое Именно он так чудесно все приготовил Конечно, сэр Джон Ваше высочество Столько работы, но сэр Джон не знает усталости Без него мы бы пропали Верно, Виктория? Конечно, мама Какие милые мальчики Хотя должна признаться, что мой любимец Это все же Альберт Такой внимательный Заботливый И добрый Поезжайте Вперед Сэр Джон и леди Конрой приглашают вас на чай Какая невероятная честь По крайней мере, при их кузенах мы ходили на балы В оперу и в театры И мама не так злилась на меня Ну что ж, пойдем на чай к сэру Джону Пока ваша матушка в хорошем настроении, поговорите с ней Она опять разозлится Помните, кто вы такая? Дорогая Лейтсен, я это помню А что вы думаете о принце Альберте? Что ж, он мне понравился Сначала Но он такой надутый Такой мрачный, серьезный Такой занудный В конце я даже разочаровалась в нем Ты сделала запись в дневнике? Да, мама Мама, скоро мое совершеннолетие Мне нужна отдельная спальня Полагаю, это дело руку Лейтсен Нет, мама Ну да, конечно Меня ты никогда не слушаешь Только ее Это неправда Она для тебя важнее родной матери Ну, конечно же, нет Важней Я пожертвовала всем, чтобы защитить тебя Ты это понимаешь? Всем Думаешь, мне было просто? Да? Нет Нет Твой отец умер Денег не было, только долги Меня окружали одни враги Временами я приходила в отчаянии Но я не сдавалась Ради тебя И ни разу ты не сказала мне Спасибо Ни разу Мама Как будто я для тебя никто Это твоя работа Ты настраиваешь ее против меня Нет, мэм Настраиваешь дочь против матери При всем уважении Мэм Виктория сама все понимает Ты забываешься Ты забыла, что в этом доме Ты не больше, чем служанка Я могу уволить тебя Сейчас же Мне это прекрасно известно, ваше высочество Но и вы помните, что через пару недель Виктория будет совершеннолетней И хозяйка здесь будет она Это мы посмотрим Если бы вы подумали, какую боль причинит ваша просьба к герцогине То, возможно, сдержались и не расстраивали бы ее Я... Я подумала... Подумала, сэр Джон Я подумала, что я почти совершеннолетняя И эта просьба разумна Я полагаю, когда девушка становится совершеннолетней Это не значит, что она может позволить себе делать все, что захочет Я и не думала об этом Однако она должна уже понимать Какие великие жертвы были принесены Для того, чтобы ее должным образом воспитать Но я понимаю Интересно Знали ли вы о том, на что приходилось идти вашей матери, чтобы оплачивать счета? Да, я знаю, как маме было сложно Я знаю, что дядя Леопольд выделил ей недостаточные средства Какую-то пару тысяч в год А король, естественно, недолгий, ничего Я был вынужден продать свое поместье в Ирландии Чтобы не допустить ее позора Я не знала этого, сэр Джон Мне об этом никто ничего не говорил Вам незачем было это знать Я вспомнил об этом, чтобы вы знали Такие жертвы были принесены Исключительно ради вас Я отлично знаю об этом Вас окружают коварные люди, мэм Не слушайте их Помните о том, что ваш лучший друг – это ваша мать Она ваш лучший советчик Германия, Кобург, 1837 год Отличные книги Надеюсь, я не переборщил Но, может, немного В Лондоне цены на книги гораздо ниже, чем в Германии Надеюсь, вы занимались не только книгами Вряд ли я ей нужен И вообще я не готов к этому стоке Я люблю книги, музыку, природу А государственные дела Помню, как ваш дядя Леопольд впервые взял меня в Англию Скромный доктор сделал первый робкий шаг в мир большой политики Робкий шаг? О, да И оказалось, не зря Я увидел великих людей Принцев, политиков Рядом с ними я чувствовал себя ничем Ничтожный доктор из какой-то там Германии Которую на карте-то не сразу отыщешь Как они ошибались Не скажу, что они недооценили меня Скорее, они себя переоценили В любом столетии есть лишь пара-тройка по-настоящему великих людей Остальные только называют себя великими На самом же деле, они все посредственности И почему вы думаете, что я не такой? Что ж, сэр Вот уже 20 лет я являюсь доверенным лицом вашей семьи Смею надеяться, что я работал не зря А дядя Леопольд принц Виктория будет королевой Кажется, никто не посмеет сказать, что ваши труды пропали зря Значит, я имею право делать выводы Решили перехитрить меня? Что ж, сэр Вы думаете, я стал бы готовить вас к той роли, которую вам предстоит сыграть? Если бы сомневался в вас? Виндзорский замок, 1837 год Его величество король Помни о том, что он мой смертельный враг Как он постарел, я бы его не узнала Герцогиня Ваше величество Я рад, что вас убедили прийти сюда В данных обстоятельствах, сэр, я чувствую свою ответственность Моя дорогая Виктория Ваше величество Нет, нет, я не просто рад видеть тебя здесь Нет, я искренне счастлив Я поздравляю, Ваше величество, с днём рождения Вы... Вы ведь получили мой подарок А, этюд Прелесть Очарование Прекрасная работа Боюсь, вы мне льстите, дядя Ой, ерунда Ерунда Какая же ты красавица Ты стала настоящей дамой Но почему же мы так редко видим тебя? Ты должна чаще бывать у нас Мы не хотим, чтобы тебя прятали в этом сарае Куда это годится? Вы меня слышали? Мадам Ваше величество, несомненно, согласится, что определять судьбу девушки Должна её мать Мы это посмотрим Мадам Несносная женщина Хватит, Ельям Как ты смела с ним так любезничать Ваше величество, милорды, дамы и господа Его светлость Герцог Веллингтон Тост Со здоровья и долголетия его величества Король 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 Благодарю вас Здоровья и долголетия Что ж Я прожил 71 год Сомневаюсь, что доживу до 72 Нет, 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 это не важно Я прожил хорошую жизнь, так что жаловаться мне не на что Если б я о чём и просил Бога Так только о том Чтобы он дал мне увидеть Как эта девушка станет совершеннолетней Да, тогда я бы умер спокойно В твёрдом убеждении Что трон Великобритании Перейдёт к его законной наследнице А не какой-то другой Другому человеку Нашей родственнице Которая окружила себя льстецами Которая никогда не сможет достойно управлять Нашим государством Должен вам признаться, что я чувствую себя оскорблённым Оскорблённым до глубины души Ибо эта наша родственница из злостного упрямства Скрывала Эту девушку вдали от нашего двора И я напоминаю ей Что я Король Я настаиваю и приказываю Чтобы эта девушка чаще появлялась При дворе Именно в этом состоит её долг Перед нами Я велела подать экипаж Не желаю оставаться под этой крышей Отлично, мэм Но если вы уедете То утром об этом будет говорить весь Лондон Какая разница Это затеяла не я, а король Вот пусть он и отвечает за всё сам Вам придётся ответить за это так же, как и ему, мэм Полагаю, вы не хотите, чтобы имя вашей дочери мелькало в жёлтой прессе Это должно оставаться в тайне, поймите, мама И если об этом узнают все, нам от этого лучше не будет Разумные слова, мэм Я советую вам прислушаться Значит, тебе плевать на то, что меня унизили при всём дворе Ты на стороне короля Думаешь, что я должна терпеть оскорбления? Ваш экипаж подан, ваше высочество Я передумала Мы уедем завтра Как и планировали Да, ваше высочество Халфорд Позови эту стерву Пусть покричит в волю Вильям Умоляю тебя, послушай герцога Я поставлю её на место Ваше величество сделает неверный шаг, если сейчас поссорится с ней Что? После этого она будет держать принцессу ещё крепче Чёрт, ну уж нет А что вы сделаете? Отправить войска, чтобы освободить принцессу? Кто просил вас вмешиваться? Что ж, Сев, я сражался на войне, чтобы сохранить корону Британии Став премьер-министром, я продолжал защищать её И чёрт меня раздери, если премьерам быть легче, чем генералам Что? Члены королевской семьи ссорятся у всех на глазах Что ещё нужно радикалам, чтобы устроить очередную забастовку? Что ещё хуже? Простой народ думает Если уж и они не умеют вести себя То лучше мы обойдёмся без них Больше мне сказать нечего С вашего позволения я удаляюсь спать Как он посмел так говорить с королём? Как? Дорогой, раз уж он не боялся Наполеона То тебя тем более не испугается Веллингтон он или не Веллингтон? Но у меня тоже есть козыри Веллингтон! Войдите! Да, в чём дело? Приехал лорд Чемберлин, сэр Джон Он привёз письмо для принцессы Письмо от короля Коннингхэм, сэр Джон, доброго вам дня Я полагаю, вы привезли письмо для принцессы? Да Я передам его ей Мне велели передать ей письмо лично в руки Я избавлю вас от этого Его Величество настаивал на этом Я надеялся, что всё уже объяснил сэр Джону, мэм Мне было приказано отдать это письмо лично в руки принцессы Я вполне могу сама передать письмо своей дочери По избежанию недоразумений, Его Величество прислал и эту записку, мэм Виктория Боже мой, что ты делаешь? Сегодня четверг, мама Что? Я всегда купаю Дэша по четвергам Тебя ждут в гостиной Сейчас же Да, мама Приведи себя в порядок и немедленно спускайся Да, мама Не забывайте, кто вы Надеюсь, теперь вы довольны, лорд Канингем Мэм Я не хочу вас больше задерживать Полагаю, вас ждет немало более важных дел Мэм Ваше высочество Сэр Джон Я разберусь с этим Думаю, дядя написал его только для меня Не говори чепухи Отдай письмо, мама Потом прочитаешь Но сначала его посмотрим мы Нет, мама Вы видели, как сэр Джон оскорбил меня И вы ничего не сделаете? Ничего не скажете? Король предлагает ей 10 тысяч в год И собственный дом Как подарок на совершеннолетие Вы ужасно обидели меня Мама Виктория Виктория Оставьте ее Нужно немедленно написать ответ Ее юность и неопытность Не позволяют ей принять дар его величества Она желает остаться с матерью И так далее, и так далее Я принесу вам текст письма Пусть перепишет его своей рукой Его нужно отправить немедленно Нет, я еще не разобралась Через пару дней ее день рождения Король должен понять, что мы ее не отдадим Вы не поняли? Он хочет отнять ее у вас Чтобы настраивать против вас Нужно пресечь это Иначе можете считать, что эти 18 лет Вы потратили зря Переписать это Слово в слово Немедленно Я не могу, мама Ясно Это дело касается лично меня Я поняла Тебе нужен собственный доход Тебе нужен собственный дом Другими словами Ты хочешь избавиться от тяжкой ноши От матери Нет, мама Тогда пиши Ты видела, как король ненавидит меня Как он оскорбил меня Ты должна выбрать Либо ты с ним, либо со мной По-моему, вы все не так истолковали Отлично Но подумай вот о чем Этим Ты навсегда отсекаешь себя от меня Написала Слово в слово Своей рукой Меморандум Дата 20 мая 1837 года Письмо королю было написано Мною под принуждение Моей рукой переписано Письмо моей матери Составленное Ее главным советником Сэром Джоном Конреем Джоном Конреем Виктория Германия Турингский лес 1837 год Король Вильям умирает Сегодня я отбываю в Лондон По опыту могу сказать Что с наследованием престола Могут возникнуть трудности Возможно поднимут вопрос о замужестве Виктории Я не могу, Стоки Я не оставлю это ради Букингемского дворца и Виндзорского замка Сама мысль об этом мне противна Ненавижу все эти церемонии Ведь английские аристократы могут говорить только о погоде О еде, об охоте и о женщинах Чем я буду, Стоки? Ничем, пустым местом На два шага позади королевы, как собачка Что же касается Виктории Она вам не нравится? Я ее не знаю Конечно, вы можете остаться здесь с вашими книгами Но что тогда ждет вас потом? Счастье? Неужели? Зная, что все, на что надеялись ваши родные и друзья Пропадет даром Да, но что я могу сделать в Англии? Будет ли у меня там хоть какая-то власть? Лишь так? Которой вы добьетесь для себя сами Послушайте, вы обладаете умом, принципами, идеалами Так где будет лучше применить все эти таланты? Здесь, в лесу? В забытом уголке? Крошечной Германии? Или же в сердце самой могучей державы в мире? Мне еще ни разу не удалось переспорить вас Это блестящая возможность, сэр Да Вы, конечно же, правы Я никогда не был бы полностью счастлив Знаю, что отказался от нее Я понимаю, сэр Поверьте мне, я понимаю Я редко вижу свою жену Дети почти не знают меня И очень часто, когда я трясусь в дорожной карете На пути из одной столицы в другую А моя голова раскалывается, пытаясь найти решение для очередной задачи Мое сердце тоскует по домашнему уюту И я спрашиваю себя Зачем мне это? Так зачем же вам это? Затем? Что моими скромными усилиями я меняю мир к лучшему Да, но чего вам это стоит? Это верно И оно стоит того? О, да В этом вы можете не сомневаться Оно того стоит КОНЕЦ Я и не знал, что вы любите музыку, сэр Джон Зато ее любите вы Я удивился, услышав, что вы в Лондоне Я часто здесь бываю И всегда с какой-то целью Король долго не проживет Виктории едва исполнилось 18 И она не готова принять на себя королевские обязательства Ей нужен советник Возможно Совершенно ясно, что им должна стать ее мать А ею будете руководить вы Не буду скрывать, барон Я служил герцогине Кенской И это стоило мне громадных жертв Как финансовых, так и личных Мне нужна награда Что ж, это действительно честно Вы занимаетесь Альбертом и их браком Я помогу вам Если и вы поможете мне получить то, что я заслужил Я занимаюсь Как вы это называете Тем, что консультирую семью Кобург Виктория такой же член этой семьи, как и Альберт И, естественно, как и герцогиня Но ваше предложение Как мне кажется, вряд ли достойно послужит интересом Виктории и ее матери Всего хорошего, сэр Джон Сэр Джон Его величество, король Скончался Сэр Джон Сэр Джон Гони Кто там? Пустите нас немедленно Сейчас шесть часов утра Не будьте идиотом Это его преосвященство, епископ Кентерберийский У нас срочное дело к принцессе Просыпайся, дурень Король умер Да проснись же ты Я не могу будить дочь в такой час Ваше высочество, наше дело не может ждать Об этом не может быть и речи Дело государственной важности к королеве, мэм Ваша светлость Лорд Кунингхэм Мы прибыли из Виндзора, чтобы сообщить вам, что ваш дядя, король, опочил сегодня утром в 12 минут третьего И это значит, что вы королева Я сделаю все, чтобы исполнить свой долг перед страной Я очень молода Я знаю, но моя воля сильна И я сделаю все, что в моих силах Ваше величество О, Лейтсон Как странно звучит Ваше величество Ты первая, кто меня так назвал Ты останешься здесь Правда? Ты всегда будешь со мной? Конечно Всегда Виконт Мельбурн предлагает свои скромные услуги вашему величеству И надеется на честь быть принятым вашим величеством сегодня в 9 часов утра Я же ничего не знаю о нем Только то, что он премьер-министр Ваш премьер-министр, мэм Да, наверное, он Мой Что он за человек? Ну что же он Жемчужина английской аристократии Очень умен Можно даже сказать, он ученый Кое-кто сказал бы, что трагедии его личной жизни превратили его в циника Но я так не думаю Какие трагедии? Пожалуйста, скажите Его жена Леди Каролина Лем Страстно влюбилась Поэта Байрона Поэта Байрона? И что случилось с Токи? Разразился большой скандал Он вынужден был развестись с ней Но когда она умирала Он пришел к ней и остался с ней до конца Кажется, лорд Мельбурн уже мне очень нравится У него был сын Скоро прибудет лорд Мельбурн И я думаю, лучше всего нам принять его в малой гостиной И я приму его одна, мама Что? Стоки Королева должна принимать премьер-министра одна Так принято Чепуха Она не сможет принять его сама Другие варианты будут неуместны Вообще-то Об этом не может быть и речи Что бы я делала без вас? Стоки Вы говорили мне о сыне лорда Мельбурна? Ах, да Он недавно умер Его смерть подкосила лорда Мельбурна Ясно Ее величество примет вас немедленно, милорд Что ж, Энсон Пожелайте мне удачи Войдите Лорд Мельбурн, мэм Лорд Мельбурн Ваше величество Позвольте мне сказать Позвольте сказать, что я намерена сохранить за вами ваш пост главы парламента Я полагаю, наша страна находится в хороших руках Благодарю вас, мэм Надеясь на согласие, Ваше величество Я назначил заседание Тайного совета сегодня на 11 часов Я взял на себя смелость написать текст заявления, который сделает Ваше величество По-моему, очень изящно Спасибо, мэм И красиво Я обязательно ошибусь Я это знаю Я знаю Просто не забывайте, кто вы Не забывайте, кто вы Вся беда в том, что я еще не верю, что я это я Я как будто бы во сне Я не забывайте, кто вы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Это тяжелая утрата для народа. Я прекрасно понимаю, сколь тяжелая ответственность ложится на мои плечи столь внезапно и в столь ранний период моей жизни. Я возлагаю свои надежды на мудрость парламента, а также на любовь и преданность моего народа. Боже, храни королеву! Боже, храни королеву! Боже, храни королеву! Что ж, у нее есть то, чего я раньше у королевской семьи не замечала. Что же это? Достоинство. Бог знает, откуда оно у нее. Она справится, Бог. Она справится. Ещё ничего не готово. Сегодня четверг. Ванна для Дэша. Несите осторожно. Очень осторожно, не поцарапайте краску. Шевелитесь же. Шевелитесь. Скорей. Скорей. Что все это значит? Что вы делаете? Приказ Ее Величества. Ваше Высочество. Мою кровать забрали. Мне сказали, что ее несут в Северное Крыло. Всё верно, мама. Отныне вы будете спать в Северном Крыле. Молодец. Что вы хотите, чтобы я сделал? Я проиграл. О чём это вы? Я солдат. Я знаю, когда битва проиграна. Прошение об отставке. Условия. Не бросайте меня сейчас. Я вас не бросаю. Я добровольно складываю оружие. Мой дорогой друг, не спешите. Вы не можете уйти. Я вам спрещаю. Вы не можете отрицать, что я хорошо служил вам. Вы моя правая рука. В таком случае, позвольте мне уйти по собственной воле и избавьте меня от дальнейшего унижения. Прошу вас. Но что я буду без вас делать? Ваше Высочество, позвольте дать вам последний совет. Не сдавайтесь. Может, она и королева, но вы мать королевы. Да, да. Настаивайте на своём. Требуйте, чтобы она уважала ваше положение. И действовать нужно немедля, иначе мы окончательно проиграем. А это прошение сэра Джона Конроя. Он просит титул Пэра и три тысячи в год из тайного казначейства в счёт его отставки. Неслыханно. О, простите, мэм. Я привык говорить правду. Плохая привычка для политика. Иногда даже смертельная. Я люблю правду. Только вот я к ней не привыкла. Что ж, я знаю, что матушка Вашего Величества доверяет сэру Джону, но... Боюсь, что я всегда считал его бессовестным авантюристом. Что же мне делать? Ничего, мэм. Предоставьте это дело мне. Я разберусь с сэром Джоном. Какое облегчение. Не думайте о нём, мэм. Барон Стокмар всегда очень поддерживал меня. Я хочу назначить его своим личным секретарём. Позвольте ещё одну откровенность, мэм? Да, конечно. Я бы вам не советовал. Барон один из умнейших людей из всех, кого я знаю. Но он иностранец. Народу это вряд ли понравится. Но... Но в нашей семье привыкли обращаться за советом именно к нему. Да, конечно, мэм, но... Простите, для этого теперь есть я. В таком случае ни слова больше. Да. Я боюсь, он будет очень разочарован. Я думаю, он это переживёт, мэм. Что ж, мэм... Не хотите ли чаю? Благодарю вас. Прошу вас. Я... На днях я узнала, что ваш сын умер. Примите мои соболезнования. Спасибо, мэм. Он всегда был слабеньким. Но он был... Милым мальчиком. Мне его очень не хватает. Вам должно быть... Очень одиноко сейчас. Хотя можно жить среди людей и... И быть одиноким. Прошу прощения, мэм, я часто плачу. Ещё одна ужасная черта для политика. Боже, боюсь, у нас было плохое начало. А мне кажется, оно было чудесным. Ещё есть время подумать до того, как это будет официально оглашено. Хотите вести её за ручку? Что ж, вы на это способны. Но, чёрт возьми, со мной это не пройдёт. Я так настаиваю, потому что считаю, что ей нужен человек, которого она знает, и которому может довериться, по крайней мере, сейчас. Я полностью согласен. Думаю, вы согласитесь, что я обладаю неким опытом. Мой дорогой барон, его у вас больше, чем у всего парламента вместе взятого. Я бы и сам немедля пригласил вас, если бы знал, что мне это за её с рук. Но, к сожалению, это невозможно. Я и не прошу у вас должности министра. Вы просите о должности не меньшей позначимости едва ли. Власть, правящая троном, барон. Подумайте, что на это скажет оппозиция. Быть премьер-министром – ужасно неблагодарное дело. Но я не хочу, чтобы меня выгнали из кабинета под патриотические вопли. Это вредно для желудка. Отпустите её, барон. И оставьте её на меня. Согласны? Да. Берегите её. Конечно. Мне кажется, что вашему величеству следует безотлагательно решить вопрос о том, кто будет заниматься вашим личным хозяйством. Иначе, мэм, очень скоро вам будет не до того. Да, я чувствую, что дел будет много. Я особенно рекомендую вам второе имя в списке – леди Генриетту Стэндиш. Она была фрейлиной королевой Аделаиды. Она очень опытна. Кажется, это лучшая из рекомендаций. Благодарю, мэм. Мы могли бы принять её вместе. На следующей неделе. Вообще-то, мэм, я взял на себя смелость пригласить её сюда сегодня же утром. Она здесь? Да, если ваше величество соблаговолит принять её кандидатуру. Вы всякий раз на шаг опережаете меня, лорд Мельбурн. Спасибо, мэм. Леди Генриетта – супруга моего коллеги, мистера Фредерико Стэндиша. Он также член парламента, очень достойный человек. Леди Генриетта Стэндиш, мэм. Дэш, отойди, Дэш. Прошу прощения, леди Генриетта. Не стоит, ваше величество. Все собаки почему-то любят меня. Ну что ж, надеюсь, я вас тоже полюблю. У ваше величество уже была возможность рассмотреть прошение, которое я вам отправил? Я… Я передала его лорду Мельбурну. Прошу прощения, мэм, но этого недостаточно. Я требую ответа у вас. Вы обязаны мне… Королева ничем вам не обязана. Королева желает, чтобы её оставили. С её матерью. Королева не потерпит вашего присутствия ни минуты больше. Верненька. Итак, мама, чего вы хотели? Ну? Ничего. Дворец короля Леопольда, Бельгия, Брюссель, 1839 год. Барон Стокмар, ваше величество. Стоки! Как я рад! Я очень рад видеть вас снова, ваше величество. Вы на меня посмотрите. Как ёлка, честное слово. На сегодня назначили какой-то парад. Ну, что на этот раз? Что-то срочное, я полагаю? Я бы не сказал. Что слишком срочное, Сир, но очень важное. Речь идёт об Альберте и Виктории. Об их браке? Не сдаётесь? Я что-то не слышал, чтобы она торопилась. Что? Ещё один повесить? Да? Да. Что ж, на, держи. Спасибо. Нет, это безнадёжное дело. Да, вы правы, Сир, определённые трудности есть, но я не думаю, что их нельзя будет преодолеть. Как же вы любите недосказанности. Итак, вы не сдаётесь, да, Стоки? Идёмте. Посмотрите из окна. Я до сих пор считаю этот союз в высшей степени благоприятным. И я уверен, что если бы Виктория снова увидела принца, то в ней возродились бы прежние тёплые чувства к нему. Да, он стал настоящим красавцем, с этим уж никто не поспорит. И вам известно, сэр, что она всякий раз увиливала от разговора о повторном визите. Сейчас она и слышать об этом не хочет. По-вашему, пора появиться дядюшке Леопольду? Вряд ли она откажется принять вас. Ну, я даже не знаю. У этой девочки сильная воля, да и к тому же с утра до ночи возле неё вьётся этот старый шакал Мельбурн. Мы могли бы обставить это дело как официальный визит короля Бельгии к королеве Англии. Официальный визит? Вы их вправду не сдаётесь? Я считаю, что от этого зависит будущее счастья Виктории и Альберта, сир. И вы не любите проигрывать, так? Три месяца спустя, Букингемский дворец, 1839 год. Его величество король Бельгии и барон Стокмар. Ваше величество. Ваше величество. Дорогая Виктория. Дядюшка. Виктория. Леопольд, я рада вас видеть. А я вас. А я вас. Вас обеих. Естественно, я бы с удовольствием приняла Альберта и Эрнеста. Поверьте мне, дядюшка, но в данный момент это невозможно из-за свалившихся на меня дел. Ясно. К тому же мои министры решительно против этого. То есть лорд Мельбурн против этого. Я не могу пренебрегать его советами, дядя. Нет. Однако, поскольку это дело касается лично тебя, ты должна тщательно продумать этот совет. Я так и сделала. Я не сомневаюсь. Но что удивляет меня и печалит, так это то, что ты не слышишь советов барона Стокмара. Да и моих тоже. А ведь они в прошлом помогали тебе. Теперь я королева, дядя. Министры для меня теперь важнее, чем моя семья. Когда умер твой отец, твоя мать была в отчаянии, семья твоего отца отказалась помогать ей, и она пришла ко мне, к ее собственной семье. Я выделил ей достаточно средств, чтобы жить и растить тебя с достоинством и в комфорте до совершеннолетия. Если у нее и были долги, то только по ее вине. Я знаю, что вы были очень добры. Более того, я делал все, что было в силах, чтобы защитить тебя, твое положение и права. Нельзя разорвать кровные узы, что связывают нас. И эти узы требуют верности. Я совершил ошибку, да, лорд Эм? Нет, мэм, вовсе нет. Вы дали понять, что делаете им одолжение. О браке не было сказано ни слова. Бог мне свидетель. И я согласилась лишь принять Альберта и Эрнеста. Тогда все в порядке. Дядя Леопольд уверен, что я выйду за Альберта. Мне никогда не нравилась эта идея. Я с подозрением отношусь к браку между кузенами. Но это не препятствие. Это старинная традиция. Для всех королевских семей. Конечно, мэм, конечно. Однако я думал и о другом. Возможно, Ваше Величество знает, насколько кобургов не любят в Европе. Русские, к примеру, их ненавидят. А в Англии вообще не любят иностранцев. Лично я считаю, что у немцев отвратительные манеры. Боже мой, лорд Эм, зачем вы так говорите? Прошу прощения, мэм. Я бы очень не хотел, чтобы Вы, Ваше Величество, вышли замуж против воли. Нет, нет. Об этом не может быть и речи. Прошу вас. Я предана своей стране. Я готова сделать все для ее блага. Но если речь заходит о браке, то здесь главную роль должны играть мои чувства. Я тоже так считаю, мэм. Да, такова моя воля. И вообще, я решила никогда не выходить замуж. Эрнест? Мэм. Альберт? Мэм. Стоки? Мэм. Добро пожаловать. Альберт. Вы так изменились. Прошло три года, Ваше Величество. Вот как? Это мне? Да, мэм. Байрон. Теперь я разделяю мнение, Ваше Величество. Он удивительный поэт. Вы шутите. Нет, я по-прежнему не блещу чувством юмора. Она идет во всей красе, как ночь нежна и хладна. Очень красиво. Ну же, расскажите мне все новости из Розна. Ваш отец убрал, наконец-то, эту ужасную дымящую трубу? Конечно же, нет. Ну, конечно. Ну, он говорит, что она дымит только при восточном ветре, но стоит кому-нибудь оказаться в этой комнате, как ветер меняется. И дышать невозможно. О, да. Я это прекрасно помню. Похоже, Ваша матушка довольна. Альберт всегда был ее любимцем. Я полагаю, что он в этом не прав. Я согласен. Позвольте, я украду его у вас, мама. Вы обещали сыграть со мной дуэтом, Альберт. Пора сдержать слово. Похоже, их визит действительно удался, смотря как на это посмотреть. Да, вы правы. Вы слышали, как играет мой брат, премьер-министр? Нет, Эрнест, я не имел такого удовольствия. Ну, что ж тогда вас ожидает сюрприз? Думаю, Энсон со мной согласится, но мы, политики, смертельно боимся сюрпризов. Спасибо. И три, и четыре, и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Королева желает вас видеть, сэр. Ее величество ждет вас в гостиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Счастливого пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, ты, наверное, знаешь, что я хочу сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я тебя недостойна Нет, нет, это так Я не хотела тебя приглашать Я согласилась только потому, что дядя настоял Это правда Лиди Хэттин, мне очень нужен ваш совет В одном очень сложном И очень деликатном деле Да, мэм? Мне предстоит выйти замуж за принца И я вдруг поняла, что я Совершенно ничего не знаю о Об отношениях между мужем и женой Я уверена, что баронесса Лиди Хэттин Смогла бы вам дать хороший совет Я ее спрашивала Она сказала, что меня будет вести моя любовь К принцу Это все, что она сказала? Да Не могу сказать, что мне это очень помогло Но, дорогая Лиди Хэттин, никогда не была замужем А у вас как раз есть супруг Ваша мать дала вам какой-нибудь совет перед свадьбой? Да, мэм Дала Да, и какой? Она Сказала, что мужчина То есть мой супруг Да Должен Ну, все знать Ясно И это было Очень приятно Да, мэм Она была так мила с Токи Кажется, она любит меня Я в этом не сомневаюсь ни капельки Но я не люблю ее Нет, я очень Очень тепло отношусь к ней, но Я не люблю ее Это меня пугает Что сначала положено Со временем Я знал, что вы это скажете А больше и сказать нечего, верно? Сегодня утром я читал Байрона Нет, честное слово, я начинаю восхищаться Особенно меня поразило вот это Трагедии все обрывают смерть Комедии все обрывают брак Три месяца спустя Виндзорская часовня 1839 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возлюбленные братья Возлюбленные братья Мы собрались здесь сегодня Перед лицом Господа Бога Дабы соединить этого мужчину И эту женщину Священными узами брака Я прошу и требую от вас обоих Как в день страшного суда Когда все тайны сердца Будут открыты Если кому-либо из вас Известны препятствия Из-за которых вы не можете Сочетаться с законным браком Огласите их немедленно Ибо нельзя сомневаться в том Что все, кто соединяется иначе, Чем это дозволяет Слово Божье Богом не соединены И брак их не считается законным Франц, Август, Карл, Альберт, Эммануэль Берешь ли ты в жены эту женщину Клянешься ли ты любить и беречь ее Почитать ее в горе и в радости В болезни и в здравии И быть ей верным, пока смерть не разлучит вас Беру Александра Виктория Берешь ли ты в мужья этого мужчину Клянешься ли ты почитать и любить его В болезни и в здравии Пока смерть не разлучит вас Беру Тех, кого соединил Господь Да не разлучит человек Голова Раскалывается. Это божественно. Раскалывается. Раскалывается. Неужели это так интересно? Да. Особенно для той, кто никогда этого раньше не видел. Дай я. Ты счастлива? Очень, очень счастлива. Что будем делать сегодня? Надо работать. Даже в медовый месяц? Я и так ужасно отстала. Но после обеда обещаю, никаких бумаг, никаких приёмов. А что мне тогда утром делать? Всё, что захочешь, дорогой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Альберт, дорогой. Мы с лордом Мельбурном обсудили, кто будет заниматься твоими личными делами. Мистер Энсон будет твоим личным секретарём. Мне казалось, что мистер Энсон секретарь лорда Мельбурна. Конечно, но лорд М готов освободить его. Ради тебя, по-моему, это очень мило. Думаю, он будет рад от меня избавиться, да, Энсон? Значит, решено. Нам надо поговорить наедине. Наедине? Да. Пожалуйста. Хорошо, дорогой. Одну минуту, господа. Я так и знал, что он будет мешать нам. Но не волнуйтесь, она с ним управится. Ты ведь не излишне, Альберт? Я считал, что сам в состоянии найти человека на должность своего секретаря. Но, дорогой, это дело королевы и премьер-министра. Если бы вы поинтересовались моим мнением, то я бы сказал, что Энсон мне не подходит. Не подходит? Да. Но он столько лет верой и правдой служил лорду Энс. Лорд Энс полностью ему доверяет. Вот именно. Он человек лорда Мельбурна. Он поддерживает его партию. Но королева должна быть выше политики. Альберт! Она не должна отдавать предпочтение ни одной партии. Это тоже касается и ее супруга. По-моему, ей было наплевать на то, что я сказал. Кажется, из британской конституции она не усвоила главного. И что же вышло? Назначат Энсона. Что естественно. С моим мнением не считаются. Все так, как я и предполагал. Два шага позади. Да, дорогой. Нет, дорогой. Лорд Энс все знает лучше, дорогой. Мне этого не изменить. Я так не думаю. Но как? Скажите, как? Когда я впервые появился при английском дворе, я тоже был напуган. Вы? Да. Но потом я открыл удивительную истину. Для того, чтобы взять все в свои руки, человеку нужно лишь одно. Продолжайте. Что же для этого нужно человеку? Терпение. Терпение. И это все? Да, это все. Однако это может стать самой настоящей пыткой. Потому что терпение противно нашей натуре. Спасибо. Нет. Я могу помочь? Да. Вот это нужно подписать. Ты бы очень мне помог, если бы разобрал их. Я имел в виду помочь в работе. Мы могли бы обсудить ее. Нет, это невозможно, дорогой. Я хочу сказать, что англичане будут очень недовольны, если в политику их страны вмешается иностранец. Ясно. Но... Альберт... Терпение. Терпение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джеймс, вот и вы. Здесь ужасно холодно. Пожалуйста, принесите дров для камина. Прошу прощения, Ваше Высочество, но я нахожусь в услужении лорду Чемберлену. И? Я могу зажечь камин, сэр, но мне запрещено приносить для него дрова. Что? Это не моя обязанность, сэр. Все правильно. Дрова приносят слуги лорда Стюарда, а слуги лорда Чемберлена уже непосредственно разжигают камин. Таковы их обязанности. Но это же абсурд, мистер Энсон. Полностью согласен с вами, сэр, но таковы правила. Правила надо менять. Кто этим занимается? Всеми домашними делами занимается баронесса Лейтсон. С ней-то я и поговорю. Прошу прощения, сэр, но... Я бы вам этого не советовал. Таковы здесь правила. Здесь всегда поступали именно так. Но, помимо всего прочего, это так нерационально. Неужели вы не видите баронесса? Раньше на это никто не жаловался. Дело не в глупых правилах. Даже когда камин зажжен, дрова отымят так, что дышать невозможно. Здесь когда-нибудь чистят трубы. Ваше Высочество, простите меня, если я скажу, что это не ваше дело. Я вижу, что казну королевы пускают на ветер, а это уже мое дело. Нет, сэр. Это дело королевы. И только ее. Спасибо, мистер Энсон. Я знаю, что вы возражали против моего назначения, сэр. Лично против вас я ничего не имею, мистер Энсон. Я понимаю, сэр. Я хочу, чтобы вы знали, Ваше Высочество, что я намерен служить вам верой и правдой по мере своих скромных возможностей. Спасибо, мистер Энсон. Господи, ну и местечко! Боюсь, вы не видели даже половины, сэр. Я очень огорчена, Альберт. Баронесса Лейтсон сказала мне, что ты вмешивался в то, что тебя не касалось, и был непозволительно груб с ней. Я был груб с ней? Всем домашним хозяйством занимается она, и я полностью доверяю ей. Вот как? Тогда спроси ее, как моют окна в твоем дворце. Что? Боже мой, о чем ты говоришь? Об окнах. Как их здесь моют? Я тебе расскажу. Внутренней рамой занимаются слуги лорда Чемберлина или лорда Стюарда, а внешней должно заниматься Министерство лесного хозяйства. Это же безумие. Это не твое дело. А мое дело? Что? Молчать и ничего не делать, да? Быть пустым местом? Ты не должен вмешиваться в дела, ответственность за которые несет королева. И ты думаешь, я смирюсь с такой жизнью? А ты думаешь, королева потерпит такого мужа, который кричит на нее и не знает своего места? Я? Не знает своего места? Альберт. 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 Как я могла быть такой жестокой? Как я могла быть такой слепой? Сколько боли? И несчастье принесла мне эта проклятая гордость. Конец первой части. КОНЕЦ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все отвратительные подробности его жизни Он такой надутый, такой мрачный, серьезный, такой занудный Речь идет об Альберте и Виктории Об их браке? Ерунда Я что-то не слышал, чтоб она торопилась Чем я буду, Стоки? Ничем, пустым местом На два шага позади королевы, как собачка Его Величество Король Скончался Я сделаю все, чтобы исполнить свой долг перед страной Я очень молода Я знаю Но моя воля сильна И я сделаю все, что в моих силах Нельзя разорвать кровные узы, что связывают нас И эти узы требуют верности Что будем делать сегодня? Надо работать Все так, как я и предполагал Два шага позади Да, дорогой Нет, дорогой Лорд М все знает лучше, дорогой Ты не должен вмешиваться в дела, ответственность за которые несет королева И ты думаешь, я смирюсь с такой жизнью А ты думаешь, королева потерпит такого мужа, который кричит на нее и не знает своего места? Я? Не знает своего места? Альберт Найджел Хоттерн Ричард Брайерс Дайана Риг Дэвид Суше Пенелопа Уилтон Виктория Хэмилтон и Джонатан Ферт В фильме Виктория и Альберт Часть 2 Автор сценария Джон Голдсмит В фильме снимались Джон Вуд Криспин Редман Алек МакКоуэн Майкл Сибери И другие МакКоуэн Мой бедный Альберт До сих пор я с содроганием вспоминаю наши первые годы вместе Какой же я была упрямой, прежде чем научилась быть хорошей женой До сих пор не понимаю, зачем я согласилась Об этом было официально объявлено Зачем мне ехать самой? Нельзя и дальше игнорировать твою мать Ты только подумай о том, какие могут пойти сплетни Мы опять поссоримся, как всегда Будто мне и без того проблем не хватает Утром мне снова было плохо Сочувствую Мужчины только и могут что сочувствовать Вы же не знаете, каково нам Уже прошло три месяца Это скоро закончится Похоже, ты знаешь о беременности больше, чем я Я лишь хочу сказать Улыбайся, Альберт Что ж, вероятно, для вида нам придется чаще навещать маму Зачем ты говоришь для вида? Я хочу Я хочу, чтобы вы с матерью подружились Мы никогда не дружились Да здравствует королева Да здравствует королева 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 Назад! Назад! Поезжай скорей! Поезжай! Пошел! Пошел! Мой мальчик Ты поступил смело Вы слишком преувеличиваете, тетя А мы и так переволновались С Викторией все в порядке Нужно успокоиться И не нервничать Как я могу быть спокойной? Ты спас ей жизнь Мы поедем в открытом экипаже Что? Нам придется ехать через парк Нет, пошлите За закрытой каретой Королева не должна прятаться От своих подданных О, Альберт Они должны знать, что я доверяю им Им нельзя верить Она права, тетя Людям необходимо чувствовать, что их монарх доверяет им Ну так пошлите за эскортом Что если убийца был не один? Что если вас поджидают его сообщники? Это вряд ли Откуда ты знаешь? Я не знаю Но я не собираюсь окружать себя стражей Как иностранный зазнайка Впечатление будет самым неблагоприятным Не говоря уже о других неудобствах До свидания, мама Мне жаль, что наш визит принял столь драматический оборот Мой мальчик Ты уже говорил с ней? Я жду наиболее подходящего случая Но ты же сам видишь, что эта развалюха Не место для матери-королевы По-моему, сейчас не время обсуждать это Если она не хочет, чтобы я жила во дворце То пусть выделит другой дом Мы с Викторией только что пережили Не самый приятный момент Я прошу вас не беспокоить меня сейчас этим вопросом Чего она хочет? Похоже, ты злишься Видишь, она и тебя умудрилась разозлить Нападавшего зовут Оксфорд Эдвард Оксфорд Его допросили Совершенно ясно, что он безумен Спасибо, лорд управляющий Мэм И это все? И что вы с ним сделаете, лорд Аксбридж? Полагаю, его отправят в сумасшедший дом баронесса Его стоит повесить Лично я именно так бы и поступил Лорд Аксбридж В цивилизованном обществе невменяемого человека отправляют в больницу, а не на виселицу По мне, так наше общество слишком цивилизовано Хотели бы вернуться к варварству? Человек, хладнокровно посигнувший на королеву, должен заплатить жизнью И это не варварство, это правосудие Но если он невменяем, о хладнокровии не может быть и речи, верно? Вы его защищаете? Я защищаю правовой принцип По-моему, мы слишком много говорим об этом деле Боже, я такая трусиха Ты вела себя очень-очень смело Это не смелость Это сила воли Никто не должен был видеть, как я испугалась Даже я Даже ты Хоть я тебя и очень-очень люблю Что я натворила, что вы так обращаетесь со мной? Даже не думай увести разговор в сторону Ты знаешь, что у меня есть доказательства Скажи мне Ты клянешься исполнить свой долг, да или нет? Ты выйдешь за того, кого выберу я Мадам, позвольте сказать вам прямо Кого бы вы не выбрали мне в супруге, я заранее готова оттолкнуть Что это еще за разговоры? Они не подходят для юной девушки Вам следовало бы знать, что любовь вещь очень непрочная И в брак лучше вступать с чувством легкой неприязни Могу поклясться, что перед свадьбой я ненавидела твоего дядюшку А посмотри, что получилось Очень счастливый брак Конни Простите, господа Какого черта ты здесь делаешь? Обожаешь Эридана, особенно соперников Ты сейчас пойдешь к королеве, да? Да Я тоже с тобой Что? Это невозможно Ну, пожалуйста, Гарри В такой толпе меня никто даже не заметит Я же не прошу, чтобы меня ей представили Ради бога, Конни Ну, хорошо, посмотрим, кто из нас будет прав Время покажет Что ты делаешь, черт возьми? Уходи отсюда Ради бога Это и есть его куколка? Повезло парню Зря он ее сюда притащил Я не знакома с Веллингтоном И не познакомишься, ненормальная Гарри Значит, вам нравится театр, сэр Роберт? Честно? Книги я люблю больше В них все гораздо глубже Надо же, как интересно Похоже, принц нашел общий язык с сэром Робертом Пилом Какая важность Акфрич, я решительно протестую Знаю, знаю Но королева ничего не заметила, да? Насколько мне известно Нет, я удивляюсь, как ты осмелился Но ты же знаешь женщин К счастью, такого рода женщины меня не интересуют Стэндиш, леди Хетти Сэр Роберт Надеюсь, спектакль вам понравился? Очень понравился Премьер-министр до сих пор пользуется королевской любовью, верно? Верно И вы тоже? Да, мне очень везет Радуйтесь, пока можете, Стэндиш Радуйтесь, пока можете Благодарю, сэр Роберт Ужасный тип Что он имел в виду, Фредди? Наша позиция крайне нестабильна, а ведь скоро всеобщие выборы И тогда, если не случится чудо, премьер-министром станет сэр Роберт Пил Нет Боюсь, что да, дорогая И самым первым делом он потребует у королевы твою голову, милая Королева этого не допустит У нее не будет выбора Альберт Будет добр, подай мне ключ от красного сейфа Спасибо Прости меня Как это глупо Я просто чувствую себя беспомощной, когда вижу все эти бумаги Возможно, если бы ты изменила порядок, тебе было бы полегче О чем ты, милый? Ты разбираешь бумаги по мере их поступления Да, а как же иначе? Ну, для начала, их можно разложить по степени важности Например, в красном сейфе лежат секретные документы Секретные дела, скорее всего, самые срочные Значит, их нужно разбирать в первую очередь Плохо то, что министры всегда присылают мне срочные дела Конечно, они хотят, чтобы ты так думала Еще бы научиться их различать Я могу помочь Конечно, можешь Только это будет... Нехорошо Только не излись Лорд Эм считает, что это вызовет сильнейшее недовольство А я должна верить ему Конечно Несколько месяцев спустя, 1840 год Долго еще, доктор? Еще немного, мэм Что слышно? Ничего Сядь, я прошу тебя Больше не могу Его королевская педантичность не отходит от нее Простите? Альберт Он все время с ней Немецкие обычаи, черт бы их побрал Посудите сами, когда ваша жена рожает Надо не по комнате ее за ручку водить А как приличному человеку пойти в клуб Ах, вот вы о чем Да, я вас понимаю Простите Уже скоро, ваше величество Привет 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 Слизывайся Принцесса, ваше величество Ты мне должен 10 фунтов, Артур Принцесса Следующий раз будет принц Виктория Ты же знаешь, у нас должен быть сын Это наш долг К черту долг, Виктория Она красавица Боже, ну и хватка Тогда ясно, как ее назвать Виктория Твоя мать пришла Не помню, чтоб я ее приглашала Я пригласил Да неужели? Это правильно Я не могу ее принять Я устала Она так волновалась Нет На минутку Она уже здесь Ждет Ну что ж Очень хорошо Мама Дорогая Девочка моя Альберт сказал 10 часов Ты, наверное, так устала Можно подержать? Да, конечно Она прелестна Никогда не видела Малышки Прекрасней Такая красавица А заставила маму так страдать Так мучиться Я надеялась, будет мальчик Да, как я Но вот появилась ты И мы с твоим папой Были так счастливы Ты была как картинка И такая сильная Вряд ли это было так, мама И я помню, что сказал твой дорогой отец Что ни делается, все к лучшему Бог знает, что творит Сегодня он бы тобой очень-очень гордился Малышки И я тоже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скорей! Скорей! Субтитры сделал DimaTorzok Что? Что? Эй ты! Стой! Стой! Субтитры сделал DimaTorzok Какого черта? Кони! О, Кони! Ради бога! Замолчи! Замолчи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вылезай! Вылезай! А ну вылезай! Живо! Стоять! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не бойся меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Перемены необходимы, мэм Да, конечно, Лейтсон Доброй ночи Наверное, я переоценила, Лейтсон Я столько всего на нее взвалила Возможно, будет лучше, если в будущем хозяйством будешь управлять ты Да, наверное, и так будет лучше Хорошо В конце концов, Лейтсон будет лучше приглядывать за малышкой Это еще не все Это крайне неприятно, возможно, я... Я лучше не буду говорить Как интересно Нет уж, скажи мне Что ж, я недавно узнал, что у лорда Аксбриджа есть любовница Здесь, во дворце Знаю Ну да, я знаю об этом Ты знала об этом? Господи, да Ты потрясен? Да, я потрясен Я не понимаю, как ты, будучи в курсе, допустила это Но я же не собираюсь принимать ее при дворе Об этом не может быть и речи Но если ты хочешь ее убрать Ее нужно убрать И Аксбриджа тоже Я не могу убрать лорда Аксбриджа Только из-за нее Мы королевская семья, и мы должны подавать народу пример Ты ведь понимаешь это? Ну да У Аксбриджа есть жена Боюсь, мужчины подобные ему не принимают всерьез брачные узы Но их всерьез принимаю я Но почему ты такой? Мой отец был точно таким же, как Аксбридж Он изменял моей матери И я уверен, что именно это побудило ее Нарушить свой брачный обет Я... я не знала об этом Тебе и не нужно было знать Что случилось? Был страшный скандал, отец был вынужден отослать ее Сколько тебе было? Мне было лишь пять лет, я помню, как она пришла, чтобы попрощаться Сказала, что ей нужно ненадолго уехать Я помню, как я плакал, ничто не могло меня утешить Я был уверен, что больше ее не увижу И что? Вскоре она умерла Она не вынесла позора Не вынесла унижения Расставания со своими детьми Тебе было очень тяжело Они оба приступили моральные принципы Обеты, данные перед Богом Были нарушены Если позволите, сэр Беспокоиться вам нужно не о лорде Аксбридже О чем вы говорите? Стоки Правительство лорда Мельборна скоро падет Вы уверены? Грядут всеобщие выборы Сэр Роберт Пилл станет премьер-министром Он потребует изменений во дворце Да Она ненавидит сэра Роберта Не знаю почему Ну, он же не лорд М Со временем, я уверен, она оценит сэра Роберта И его выдающиеся качества А пока что ее нужно как-то убедить действовать исключительно в рамках Конституции Да Вы уезжаете надолго? На пару месяцев Месяцев? Но вы же сказали, что очень скоро всеобщие выборы Сэр К сожалению, в Германии меня уже ждут неотложные дела Но ведь это гораздо важней Ясно Придется мне вставать на ноги Пора Не думал, что это будет так скоро Честно говоря, я тоже Уверены? Моя работа здесь окончена Я часто буду приезжать к вам Надеюсь Но только как друг Вы всегда им будете, Стоки До свидания, сэр До свидания, Стоки По крайней мере, пока Благослови вас, Бог Можно последний совет, Стоки? Виктория и сэр Роберт Что можно сделать? Что ж, сэр Нужно предотвратить войну между ними Любой ценой Для этого есть только один способ, сэр Назначить посла У меня есть идея, мистер Энсон Сэр Хотите попробовать себя в качестве дипломата? Сэр Роберт и королева? Вот имя Спасибо, сэр Не знал, что вы бываете здесь, мистер Энсон Я лишь недавно получил членство, сэр Роберт Лучший клуб в Лондоне Если любите читать Я так и понял Чудесная библиотека Точно Я здесь прячусь от всей этой большой политики Что вы читаете? Проповеди Фозергила Проповеди Фозергила Странный выбор для такого молодого человека Они мне просто на глаза попались Вы, вероятно, победите на выборах Никаких вероятно Это точно В таком случае встанет вопрос изменений при королевском дворе Можете не сомневаться Принц Альберт стремится избежать возможных проблем Мне нравится принц У него есть голова на плечах Только передайте ему, что абсурда я не потерплю Единственный возможный камень преткновения Это леди Этти Стэнлиш Ее не будет, мисс Рэнсон Принц подумал, что если можно было бы прийти к компромиссу Нет Королева очень привязана к Миледи Из всех ее фрейлин Именно это больше всех связано с партией Мельбурна Черт Ее муж служит в Министерстве иностранных дел Как вы думаете, что обо мне подумают, если я оставлю ее? Не годится Нет, нет, нет О компромиссе не может быть и речи Леди Этти уйдет Какое неслыханное нахальство Я уверена, принц хотел как лучше Но, мэм, посылать Энсона на переговоры к сэру Роберту Да еще в такой манере, как бы не было хуже Мы знаем, чего хотим А это уже что-то Да, пока никто не подорвал ваш авторитет Ты так считаешь? Мэм Если лорд Мельбурн проиграет Я не хочу, чтобы из-за меня у вас возникли проблемы с новым правительством Мы будем стоять на своем, леди Этти Да Да, конечно Мы должны стоять на своем Как ты мог действовать за моей спиной? Это нехорошо, Альберт Мы рассказали тебе все, что произошло К тому же действовали за твоей спиной? Вряд ли Ты прекрасно знаешь, о чем я По крайней мере, ты понял, что сэр Роберт страшный упрямец Я тоже могу быть упрямой С позволения вашего величества Нет уж, останьтесь, мистер Энсон Не сомневаюсь, что вы увидите с сэром Робертом Так вот, можете передать ему, что я не собираюсь сдаваться Она ждет ребенка, поэтому с ней сложно Моя жена такая же, сэр И что вы делаете? Держусь от нее подальше У вас это получается Вы уже давно женаты? Уже, наверное, лет 10, сэр Вы, наверное, сильно Любили ее, да? Простите, это меня не касается Нет, просто любовь Не поддается определению, сэр Верно, это было не под силу даже философам Наверное, это могут только поэты Моя семья была небогата А у Мэри и родители были состоятельными И наши семьи дружили Нашего брака ожидали все Сначала свадьба, потом любовь Так говорил мой отец Я записал свой разговор с сэром Робертом Так что можете взглянуть на него, сэр А потом влюбились? Сэр? Ваш отец сказал Сначала свадьба, потом любовь Так как? Я никогда не думал об этом Это очень по-английски Да, да Я не знаю, что мне ответить вам, сэр Мы создали семью У нас есть дети Все это, безусловно Породило сильную привязанность Но любовь ли это? Да, я думаю, что да И роковая страсть, естественно, но Возможно, что-то глубже Надежнее Мне не следовало спрашивать об этом, но Спасибо, мистер Энсон Похоже, мы оказались в тупике, сэр В деле королевы и сэра Роберта Я так не думаю Муж леди Хетти амбициозен Посмотрим, сможем ли мы сыграть на этом Если бы я хотел заняться дипломатией, я бы ей и занялся Я не знаю, захочет ли Хетти уехать из Англии и жить за границей Даже если Мельбурн проиграет, мне будет чем здесь заняться Конечно, это прекрасно, но с другой стороны Быть послом в твоем возрасте, Фредди Какой шаг вперед Смотря в какой стране Столица любой европейской державы Вот как? Любой? Ну, почти Рыцарское звание Естественно А в свое время Титул Пэра Ты уверен? Это можно устроить, Джордж? Лорд Мельбурн уже дал согласие Что ж, что мне сказать? Согласен? Но помни Мельбурн еще не проиграл Я проиграл, мэм Я обязан посоветовать Вашему Величеству Послать за сэром Робертом Пилом И поздравить его с победой Наверное, я не должна говорить этого, но Мне очень жаль, что вы проиграли Что поделать, мэм? Я знаю, знаю Что ж, пока что обошлись без слез Да, конечно Смогу ли я отблагодарить вас? Служить Вашему Величеству Было не только честью, но и Но и огромным счастьем для меня Теперь все в прошлом Я оставляю Ваше Величество Не беспокоясь за будущее У вас есть принц Альберт Человек выдающихся способностей Я очень высоко ценю Его Королевское Высочество Надеюсь, мэм Вы не сочтете нахальством Если я скажу Что Пока он будет рядом Ошибки вам не грозят Конечно, поезжайте в Вену И я не стану мешать вам, Хэти Это потрясающая возможность для вас обоих Вы знаете, как я этого не хочу, Мэм? Я тоже Вы были хорошим другом Я никогда не забуду вас И я никогда не забуду вашу доброту Ваше Величество Думаю, вам лучше уйти, дорогая Пока мы обе не опозорились Ваше Величество Посол Британии в Вене Какой неожиданный поворот событий Действительно Однако, на мой взгляд, вполне удачный И вот как Честно? Честно Иногда Судьба бывает совершенно непредсказуемой Совершенно Раз уж ты так любишь сэра Роберта Думаю, будет лучше, если мы примем его вместе Но ты всегда принимаешь министров одна Правила устанавливает королева Она же их и нарушает Сэр Роберт Пил, Ваше Величество Сэр Роберт Позвольте поздравить вас с блестящей победой на выборах Мне сказали, вы пережили настоящий триумф Ваше Величество очень любезно Несомненно, вы захотите произвести некоторые перемены Вы совершенно правы, мэм И в особенности вас волнует вопрос о моих дамах, так? Этого вопроса нам не удастся избежать, мэм А я не хочу его избегать, сэр Роберт Возможно, вы знаете, что я особенно привязана к леди Генриэти Стэндиш Мне это известно, мэм Она была просто незаменима И я бы хотела оставить ее Боюсь, мне придется сказать, мэм, что это невозможно Знаю Это несчастная вена Вена? Простите, я не совсем понимаю вас Муж леди Генриэти был назначен нашим послом Вене Я этого не знал Но, тем не менее, он назначен Но я и не возражаю, мэм Ужасно холодный, скованный И официальный Да, ты права А что ты думаешь о сэре Роберте? Альберт, как ты можешь так говорить? Мы с сэром Робертом очень похожи Совсем вы не похожи? Я ненавижу все эти церемонии, они приводят меня в ужас Видимо, сэр Роберт такой же Ты сказала, он холодный и официальный, а я думаю, он просто застенчив Нет, он ужасный человек Я потеряла Хэти, это ужасно Это такая жертва Думаешь, он понимает? Я в этом уверен Так почему он ничего не сказал? А может, он не знал, что сказать? Я думала, политики всегда знают, что сказать Принц, мама, девочка моя Я так счастлива Назовем его Альбертом, в честь его папы Да, это очень правильно И если ты не против Эдвардом В честь моего Я буду очень, очень счастлива Хотя я этого и не заслужила С позволения Вашего Величества Да-да, конечно, доктор Надо оставить прошлое позади С этих пор мы будем друзьями Большими друзьями Принц Альберт Я должен вам 10 фунтов Ваше Высочество Очень срочное послание из дворца У Вики лихорадка Сегодня я с радостью посадила первое Из многих деревьев, которые Несомненно украсят территорию нового колледжа Который очень скоро появится на этом месте Ваше Величество Вот, прочти Когда мы будем дома? Боюсь, что только к вечеру Боже мой, как же здесь душно Принцессе уже намного лучше Лучше? Взгляните на нее Что Вы ей даете? Каламель Ваше Величество Как Вы можете давать ее ребенку? Но ее прописал сэр Джеймс Кларк Мне плевать, кто ее прописал Он не прав Но сэр Джеймс – королевский доктор Мы должны доверять сэру Джеймсу Должны, да? Я не хочу, чтобы ты вмешивался Вмешивался? Ты посмотри на нее От наших споров ей не будет лучше Ясно Отлично Альберт Ты ставишь меня в ужасное положение Нет Тебе лишь надо сделать простой выбор Я не позволю давить на себя Это нехорошо Я еще не окрепла после родов Зачем ты это делаешь? Ты должна решить это Не сейчас Нет сейчас Я сделала все, что могла Чтобы сделать тебя моим консортом И не только на словах Но ты все толкаешь и толкаешь меня Довольно Временами я даже жалею, что вышла за тебя Я говорю не как принц консорт Я говорю как отец Вики Я говорю как отец Вики Я говорю как отец Вики Альберт Кто это? Не будь смешным, это королева Альберт Кто это? Альберт Кто это? Твоя жена Прости меня Прости меня Боже, прости меня Я не хотела Я не хотела этого говорить Ты же знаешь, как я люблю тебя Меня хотят выгнать Сделай что-нибудь Ну и какого черта я могу поделать? Не говори глупостей, Артур Ты можешь все Помоги же мне Мне кажется, ты еще не в курсе Дела идут все хуже и хуже Дело даже не в постели Она ловит каждое его слово И что? Подумай, что станет со двором Что станет с короной Если этот выскочка начнет хозяйничать Зануда Именно Но чертовски деловой Что? У нас нет ни долгов, ни скандалов Королевскую кровь нужно уважать Иначе нельзя Может, принц и зануда Может, он тебе и не нравится Но если благодаря ему корона протянет еще сто лет То я скажу Да здравствует король Альберт Стол принца Поставьте сюда Напротив мы его Почему? Я не понимаю Ведь маленькая принцесса уже поправилась Боюсь, все зашло гораздо дальше Знаю, но если я совершила пару ошибок Управляя хозяйством Лейтсен Решение принято Я считаю, что так будет лучше для всех Я навещу тебя в Германии Как только представится возможность И я буду писать тебе каждый день Я посвятила вам всю свою жизнь Мы столько лет были друзьями Знаю, я этого не забуду Я всегда буду помнить тебя Я старалась, как могла Но принцу этого всегда было мало Всегда Как я уже сказала, решение принято Я надеюсь, ты сможешь принять его должным образом Я вообще не буду писать тебе Я очень растяж indeше Я люблю тебя Почему-то все начинают Вы когда venues Я видите, что происходит СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это дубликат ключа от красного сейфа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Виндзорский замок 10 лет спустя Рождество, 1850 год. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что это за деревья? Их к нам привозят из Германии, Ленхен. Папа каждый год велит их выращивать. Они растут в огромном лесу, недалеко от Туринджии. Туринджии, Берти. А что это такое? Там вырос наш папа. Знаешь, Ленхен, до того, как папа женился на маме, в Англии не было ни ёлок, ни украшений, ничего. И подарков тоже? Отвечай, принцесса всезнайка. Конечно, подарки были, Элис. Но всё равно первую ёлку в Англию привёз папа, правда, мама? Думаю, что да, Вики. Он определённо ввёл на них моду. Их привозят к нам из Тинькера, бабушка. Это огромный лес. Знаю, Аффи. В детстве я там однажды заблудилась. Ты испугалась? Ещё бы. Думала, меня съест медведь. Там есть медведи? Огромные. И едят детей. А где папа? Задерживается в Лондоне, но скоро должен приехать. Наверное, опять. Это жуткая выставка. Международная выставка вовсе не жуткая. Она будет просто чудесной. А я пойду? Тебе всего четыре, Ленхен. Я думаю, папа возьмёт вас всех. Что там будет? Ты даже не знаешь, что там будет. Зачем тебе ехать? Но, Элис... Раньше мы ничего подобного не видели. Это всё наш папа придумал. Там медведь, мама! Ерунда, Аффи. Я его видел, видел. Как ты мог видеть медведя? Но я же его видел, что я говорила. Вот же он! Вот! Боже мой! Он сейчас съест тебя, Аффи. Можно мы его прогоним? Да уж, пожалуйста. Все на охоту! Где медведь? В кабинете! Пошли! Что случилось? Как вы смеете врываться ко мне, даже не постучав? Тут такой огромный медведь, папа! Медведь? Ты с ума сошла? Мы видели его, папа! Ну и как мне работать, когда меня каждую минуту отвлекают ненормальные дети со сказками о медведях? Но это был ты, папа! Я? Хочешь сказать, что твой отец медведь, Аффи? Аффи, что я тебе говорил, помнишь? Это был ты! Хочешь… Хочешь… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не мог уснуть Дорогой, я хочу, чтобы ты поправился Как же здесь холодно Давай я Это чертова выставка, никак не можем решить, какой проект выбрать Критики правы Это кошмар Критики Я бы с радостью их перевешала На всех веревки не хватит Нет, с этим работать нельзя, слишком много саженцев придется угробить Саженцев? Чтобы построить ее, придется повалить немало деревьев Кстати, раз уж это королевский парк, нам нужно твое разрешение Я даю его тебе Не хочу тебя в это втягивать Боже, сколько шуму из-за пары деревьев Это древние вязы Знаешь, убить их было бы преступлением Что бы я ни сделал, меня за это проклянут Это чудовищно Посмотри на себя, изматываешь себя до полусмерти А люди еще смеют жаловаться и критиковать тебя Я этого больше не потерплю Я сделаю заявление Пусть мой народ знает, что королева поддерживает тебя во всем, что касается этой выставки И пусть только попробует покритиковать меня Почему ты смеешься? Ты просто чудо Я говорила серьезно Да, я знаю Поэтому-то ты и чудо Но к добру это не приведет, милая Меня будут любить еще меньше Я ведь иностранец Я всегда буду иностранцем Это не важно Нет, это важно Пойдем спать Иду Еще минутку Сначала свадьба, потом любовь Ничего Я сейчас приду к тебе Итак, получите деревья и выставку Под такую крышу войдет любое дерево в королевстве То есть деревья будут внутри здания? Ну конечно, сколько угодно Хоть лес, если хотите Нам понадобится 16 акров Это невероятно, мистер Пакстон, но вы успеете вовремя? Если Джозеф Пакстон предложил, значит Джозеф Пакстон сделает Металлическая конструкция будет готова, ее привезут на место по частям Это более 4,5 тонн Со стеклом то же самое 293,655 штук Что вы об этом думаете? Здесь королева, мистер Пакстон Добрый день, мэм Одна канализация займет 24 мили Мир ничего подобного еще не видел Я соберу ее за три месяца, а разберу еще быстрее Ну? Что скажете? По-моему, тебе лучше сказать да, Альберт Спасибо, мэм Субтитры сделал DimaTorzok Международная выставка 1851 год Субтитры сделал DimaTorzok Мы живем в эпоху великих перемен Чудеса технического прогресса Железная дорога, телеграф, пароход Разрушают границы между народами Мы должны искренне надеяться на то Что близость народов приведет к миру и гармонии на всей планете В этом мы видели главную цель этой выставки Но Прежде чем открыть ее Я должна выразить Благодарность Сердечную благодарность человеку Чье воображение и решительность Притворили столь грандиозный план в жизнь Я говорю Конечно О моем Дорогом И уважаемом супруге О принце Альберте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Чудесно выглядишь Ты тоже Ну все, нам пора идти То, что ты сказала Тронуло меня До глубины души Я думала, что я расплачусь И обозорюсь перед всеми Я хочу, чтобы ты знала Как сильно Я люблю тебя Ну и время я выбрал А где-то внизу нас ждет Четыре сотни гостей Ты ведь не всегда любил меня вот так Верно? Нет Нет Когда ты приехал в Англию Во второй раз Я сразу поняла, что чувствую От тебе потребовалось время Совсем чуть-чуть Нам надо спускаться А кто этот забавный китаец? Китаец? Ну, на открытии Честно говоря, не помню Альберт Я же знаю, что он не посол Ну, я думаю, он был капитаном На каком-нибудь старом корыте Из Восточной Индии Даже не знаю, как он умудрился попасть сюда Корыто Потрясающая новость Девочка моя Я не думала, что ты сегодня придешь Час назад я и сама не подозревала, что приду Я тебе что-то принесла Твои любимые Может, потом Я собиралась принять сегодня нового русского посла В Министерстве иностранных дел А потом решила сбежать С приема к тебе Ты добрая девочка Какая же я добрая Я бы должна приходить каждый день В общем-то, я так и сделаю Нельзя забывать об обязанностях Ох уж эти обязанности Я так волновалась за тебя, мама Ну что ты, я поправлюсь Да Этот доктор ничего не понимает Я так решила Ну, конечно же, ты поправишься Как Альберт, он Много работает, как обычно А Берти Бездельничает, как обычно О боже Опять что-то выкинул Похоже, он совершенно не способен учиться Я постоянно волнуюсь за него Он слишком молод В его возрасте на меня возложили такую ответственность, что даже сравнивать не приходится Может быть, он боится Чего? Когда человек боится будущего Он делает то, о чем Потом жалеет Не будь с ним слишком строга Как я была с тобой Тогда Все было по-другому К тому же Это все давно ушло в прошлое, верно? Да Все равно Я никогда не прощу себя Не говори так, мама Не надо Не говори Королева это запрещает Да, мэм Королеве пора бы заняться делами Наверное, ты права Я приеду к тебе завтра До свидания, дорогая Прощай, дитя мое Войдите Ее величество примет вас сейчас, Ваше Высочество Ясно Простите, сэр Да Сигара Мы очень переживаем за тебя, Берти Нас очень расстроили письма от твоих преподавателей Похоже, тебя совершенно не интересует твоя работа К тому же ты связался с какими-то бездельниками Они хорошие парни, папа, честно Из того, что мы слышали Их интересует только охота, вино и женщины Это очень, очень плохо, Берти Не помню уже, сколько раз я говорил тебе, насколько для тебя важно образование Когда ты осенью вернешься в Кембридж, я хочу, чтобы ты сконцентрировался только на учебе Ты меня понял? Да, папа У меня заседание Нет, ты же не здоров Я не могу пропустить Нет, можешь Пошли записку Скажи, что занят Я должен идти Учись, Берти Однажды ты поймешь, насколько это полезно Да, папа Постарайся запомнить, что тебе сказал отец Берти Да, мама Можешь идти, у меня много работы Ты опять курил Я чувствую запах Ты же знаешь, я этого не люблю Иногда ты приводишь меня в отчаяние Неужели ты не понимаешь своего положения? Твой отец постоянно волнуется за тебя А ему нельзя нервничать Нельзя Я постараюсь исправиться Ты должен исправиться Ради себя И ради нас Однажды на тебя ляжет великая ответственность Все, иди И смени пиджак Да, мама Та-ра-ра-пухтия Браво, браво! Отличное представление, черт возьми. Ваше высочество. О, нет, нет. Берти. Прошу. Принц проводит вечера с танцовщицей. Все газеты пишут об этом. Это переходит все границы. Я пойду в Кембридж. Я должен решить с ним это раз и навсегда. Несколько месяцев спустя Кембриджский университет, 1861 год. Ты хоть понимаешь, какой вред ты нам причиняешь? 20 лет работы коту под хвостом. Что с тобой, папа? Ничего. Иди сядь у камина. Ерунда. Пожалуйста, папа. Неужели твою карету не утеплили? Присядь, Берти. Кофе? Садись. Когда твоя мама заняла престол, люди презирали королевскую семью и не без причины. Мы с твоей мамой 20 лет работали без устами, чтобы изменить мнение людей. Один глупый поступок, и все наши усилия пошли прахом. Папа, клянусь, я и не думал, что... что такая женщина не погнушается рассказать о ваших отношениях. Клянусь, я и не думал об этом. Беда в том, что ты не думаешь ни о чем, кроме собственного удовольствия. Прости, но я... я не вынесу, если ты будешь плохо думать обо мне. Я хочу учиться, но не могу. Я знаю, что я разочаровал тебя. Ты не представляешь, как я восхищаюсь тобой, папа. Как я люблю тебя. Возможно, я... слишком многого ждал от тебя. Папа, ты болен. Берти, я... Прости, я был слишком строг с тобой. Это я виноват. Я хочу... хочу, чтобы вы с мамой гордились мною. Мы будем. Берти. Я в этом уверен. Берти. Берти. Альберт. Альберт. Дорогой, ты болен. Ерунда, я... Мне нужно зайти в кладовку. Иди переоденься. Потом. Сейчас. Наверное, ты права. Сколько времени? Начало четвертого. Попробуй заснуть. Что вы делаете? Куда вы несёте кровать? В синюю комнату, Ваше Величество. В синюю зачем? Приказ Его Высочества, мэм. Несите. Ты из-за меня всю ночь не спишь? Нет. Ну, я же знаю. За 20 лет мы ни разу не спали отдельно. Да я без тебя и глаз сомкнуть не смогу. Так лучше. Дорогой. Так надо. Так будет лучше. Так. 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 Мне кажется, что нужно послать за Берти. Хорошо, сейчас же и пошлю. Посиди с отцом Элис. Субтитры создавал DimaTorzok Войдите. В чем дело, Элис? Там... Там уже ёлки привезли. Спасибо, милая. Ты ещё поправишься. Ты должен. Я не справлюсь совсем одна. Справишься? Нет. Нет. Ну и хватка. Берти. Привет, Элис. Только что приехал? Да. Уже видел маму? Нет пока. Папе хоть немного лучше. Твоя маленькая жена. Один поцелуй. Добрая жена. Твоя маленькая жена. О, мой любимый! Мама! Я сделаю всё, мама, всё, чтобы помочь тебе. Конечно, сделаешь, мой мальчик, мой мальчик. Вы все мне поможете, да? Вы меня не покинете. Мальчик, мой мальчик. Мальчик, мой мальчик, мой мальчик. Мальчик, мой мальчик. Я должна была жить дальше, совсем одна, и я жила, как и предсказал мой Альберт. Мальчик, мой мальчик. Мальчик, мой мальчик. Мальчик, мой мальчик. Но до сих пор я тоскую во нём и с нетерпением призываю смерть. После смерти Альберта королева Виктория правила страной ещё 40 лет. Она умерла в доме Осборна 22 января 1901 года. Она царствовала почти 65 лет, её именем названа целая эпоха. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Екатеринбург Арт. Мальчик, мой мальчик. Субтитры создавал DimaTorzok